Спасатели и лесники продолжают борьбу с огнем в трех районах Акмолинской области. Въезд в лесные территории под запретом. С начала года в регионе произошло свыше 60 лесных пожаров и 20 возгораний в степных массивах. О том, как работают лесники и пожарные в такой опасный период, расскажет Аслан Абуталипов. Только за последние сутки природные пожары вспыхнули сразу в шести районах области. Все очаги удалось локализовать, но тушение огня продолжается как в лесу, так и в степи. Причины возгораний во многих случаях специалисты называют грозовые разряды. У нас на сегодняшний день 8 возгораний. Из них только 4 возгорания от грозовых разрядов. За неделю произошло 3 пожара от грозового разряда. Попадает в дерево, по дереву грозовой разряд спускается до земли и затаится в подстилке травянистом по крови земли. Может сразу воспламениться. Может быть, если в дождливую погоду, может просидеть сутки-двое, а потом воспламениться. Но чтобы мгновенно среагировать на это, нужен хороший наблюдатель. Площадь всех пожаров небольшая. Благодаря авиапатрулированию все очаги удалось своевременно заметить. Но наблюдением с воздуха охвачены лишь 7 районов. А время мониторинга вертолетами ограничено до 250 часов пожароопасных сезон. Кратность патрулирования зависит в зависимости от класса пожарной опасности. В среднем у нас маршрут около 2 часов занимает. Протяженность маршрута 300 километров. Бывает, погодные условия не позволяют нам производить вылеты. Если там гроза, либо ограничения по ветру, соответственно, мы не можем вылететь. Уже в этот день не производится патрулирование. Наряду с этим продолжается и наземное патрулирование. Работают полсотни мобильных групп. В их составе как пожарные, так и лесничьи. Их задачи не пропустить, если вдруг обнаружатся первые признаки опасности. В первую очередь они следят за лесными массивами. В населенных пунктах тем временем создают отряды добровольцев. Их задействуют в случае возникновения пожара. Для оперативного реагирования и отрушения пожаров подготовлена группировка сил и средств, которая круглосуточно находится у нас в боевой готовности. 105 человек личного состава, 10 единиц техники. Также, согласно плану взаимодействия с другими службами, у нас имеется порядка 200 единиц техники. 900 человек личного состава, это все службы Акмолинской области. Оставленные без присмотра костры, тлеющие окурки, нередки случаи, когда к пожарам приводят обычная небрежность. Только за последние сутки по вине человека произошло три возгорания. С апреля к административной ответственности привлекли больше 120 человек. На прогулки в лесу наложен временный запрет. Аслана Буталипа, Виктор Полянная, Акмолинская область, Хабар, 24.